Всем самый свежий, горячий, хрустящий утренний привет! От нас, сынный, и от нашей рубрики Хрюшев! Ну что, начнём? Минуточку. У меня есть вопрос. Математический. Угу. Надеюсь, не очень сложно, а то я не готовилась. Ну, допустим. Так, мы никого не ждали. Но вдруг несколько наших друзей решили неожиданно к нам прийти. Хорошо. Мы очень любим гостей. Подожди. Ну, ты же не знаешь, зачем они идут? Так вот. Несколько наших друзей, допустим, Филя, Степашка, Каркуша и Мур, решили прийти к нам на чай. Очень хорошо. На чай с пирогом. Хрюша, я не понимаю, а в чём тут вопрос? А вопрос такой. Успеем ли мы приготовить для них пирог? Ну, конечно. У нас в запасе полным-полно рецептов быстрых пирогов. И какой ты предлагаешь сделать? А давай приготовим какой-нибудь без выпечки. Почему нет? Например, банофи. Хо-хо-хо. Да звони, мне нравится. Банофи. Хе-хе-хе. Банофи – традиционный английский пирог, который придумали хозяин и шеф-повар одного небольшого деревенского ресторана в 1971 году. Готовят банофи из простых продуктов – сгущённого варёного молока, бананов, карамели, сливок и песочного теста. Так, работаем быстро. Раз в поставленной задаче у нас практически нет времени. Для начала понадобятся продукты. Крошка из песочного печенья, варёное сгущённое молоко, сливки для взбивания, сливочное масло, бананы и тёмный шоколад. Хе-хе. Один момент. Сейчас всё будет. Ой-ой-ой. Спасибо. Сначала готовим основу, смешивая крошку из песочного печенья с растопленным сливочным маслом. А когда масса хорошо перемешается и станет однородной, мы выложим её в форму, застеленную бумагой для выпечки. И равномерно распределим по дну, немного поднимая бортики. Инна, но ведь масло-то у нас пока твёрдое. Как же оно смешается с крошкой из печенья? А для этих целей у нас всегда есть микроволновка. Так что сейчас мы быстренько масло растопим. Надо. Один из главных ингредиентов пирога Банофи – банан. А вам известно, что бананы можно есть не только в свежем виде. Оказывается, их можно жарить, варить, запекать, готовить из них смузи, торты и мороженое. С точки зрения калорийности и питательности банан очень близок к картофелю. Хорошо, а потом, после того, как мы сделаем корж? Выложим начинку. Первый слой – варёное сгущенное молоко. Второй – кружочки банана. Это очень упрощённый вариант Банофи. Ясненько. И расскажи ещё, пожалуйста, про сливки и шоколад. Сливки мы хорошо взобьём миксером и выложим их третьим слоем на наш пирог, а шоколад просто потрём сверху для украшения. О-о-о! Ну, теперь мне всё совсем стало ясно. Ждём готовой банофи. Пойду гляну масло. Сначала приготовьте основу. Для этого растопите сливочное масло в микроволновке, добавьте его в песочную крошку, смешайте. Когда масса станет однородной, выложите её в форму, застеленную бумагой для выпечки. И равномерно распределите по дну, немного поднимая на бортики. Выложите сюда начинку. Первый слой – варёная сгущёнка. Второй – кружочки бананов. Сливки взбейте и выложите на бананы. А шоколад натрите сверху для украшения. Банофи готов. Хрюша, знаешь, что я подумала? Что? А давай позовём наших друзей на самом деле. Отличная идея! Ребятки, прощаемся. Я побежал за Филией, Степашкой и остальными. А вы скорее бегите к своим родителям и предложите им приготовить банофи по нашему рецепту. И позвать своих гостей. Всем пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!